И поехали. Первый матч сегодняшнего дня. Сразу напомню, что у нас после этого будет игра Майя с Диаметом. И под конец будем смотреть на Ситара и Энфи. И я на этом деле буду закрывать тур. У нас уже было, в общем, парочку удивительных результатов. На мой взгляд, самый удивительный результат это поражение Рейвена. Вот его никто не ждал. Игра Калина и Джинни была, ну, скажем так, качельной. Но в итоге, конечно, скилл победил удачу. Ничего не сказать. И еще у нас была игра Брайт и Индики. Где Индика, в общем-то, упустила победу, по моим внутренним ощущениям. Загнанные в угол Нургли начинают безостановочно фармить Роттеров. Я боюсь, что с учетом того, что Нургли еще и начинают в Диафе, будут фармить их. Но посмотрим, но посмотрим. Давайте Нургли. Взяли Мага. И все. На больше денег не хватило. Я правильно понимаю? Да, да, ребятки. Но оба играют без замен. Но понимаете, у Алекса 2МБ это, конечно, прикольный и все такое подобное. Но у Аданта 2МБ Клавсы, которые смотрятся намного прикольнее. На мой непрофессиональный взгляд. То есть, мне кажется, что на дистанции, на дистанции, ну там, к концу первого тайма или к середине второго, Адант должен на поле оставить очень мало Нурглитов. Но, может быть, я заранее преувеличиваю. Я, может, переоцениваю. Но, реально, матч трудный. Первый удар не прошел. Да, смерть воина, действительно, это была критичная проблема. Смерть воина, это была полная задница. Здесь вообще ни одного хорошего слова сказать нельзя. Просто это потеря, как бы, суперважного игрока с МБ, с когтями и с проч... Ой, точнее, вру. С блоком и гордом. То есть, ты игрок, который, ну, отлично играет в позиции. Без него очень печально. Отлично, первые МБ-когти сработали, как я понимаю. Да, это именно МБ-когти. Еле-еле была пробита броня, собственно говоря. Но, зато на травму кинули 5-5. Уже минус один, ребята. Уже минус один. Ситуация стала несколько печальнее. Просто вот еще и травма, Колян, очень неприятная у Алекса. То есть, когда твой... У него же еще один, кстати, козел, по-моему, умер, да? Если мне не изменяет память. Там, по-моему, был нулевой козел, но он умер. Если я не путаю. Но самое жесткое, это, конечно, минус броня на Убиваторе. То есть, если выстраивать игру аккуратно, то Убиватор ничего делать не будет. А как только сделает, его седьмым армором примут вообще мгновенно. То есть, Убиватор так до сих пор не получил блок за 7 игр, грубо говоря. Еще теперь и с минус броней. Это полная печаль. Я даже не знаю, что здесь можно посоветовать. Алекс просто... Ну вот, в какой-то момент, действительно, его переехали и стало очень трудно. Такое бывает. Такое бывает. Тем более, Нургли, опять же, это команда, которая, вот, как никакая другая в этом турнире, на мой взгляд, зависимо от игроков. Броня на Убиваторе вообще не играет. Я вот, значит, я блицанул. Так я говорю, если не подставлять. Если не подставлять, но, опять же, тут еще двойки, тут еще там еще всякое. То есть, если Убиватор просто подставится, он сразу откинется. Это неприятно. То есть, какой-нибудь парень может встать просто там на 5 клеток от Лоса и сказать Убиватору, вперед. Просто Убиваторам тяжело будет играть в целом. Само по себе. Ой-ой-ой. Что-то Алекс, конечно, на мой взгляд, побежал в отяку. Блиц в Убиватора. Если сейчас... А, нет. Блиц в корову. Ну, ладно. Ладно. Я понимаю. Но, мне кажется, Алекс идет... Ну, не вабанг. Не вабанг, конечно. Но весьма рискованно. То есть, да, здесь есть дырка. Да, Алекс туда забегает. Но... Такое впечатление, что он не боится шальных пробоев. А я бы бо... Ну, я вообще трусливый игрок. Ничего не сказать. Я... Я безяйцевое ничтожество, которое не умеет фотонить. Как сказал бы Кинг Кобра. Но, в общем... Нет, я понимаю посыл. Я понимаю посыл. И Алекс пытается грамотно реализовать свое преимущество в силе. Но... Вот игра сейчас резко, резко и заосторожной превратилась в шальную. Я могу быть неправ. Но лично у меня такое ощущение, что сейчас в этой игре шального будет вполне достаточно. Не, я не спорю, да. Играть осторожно очень тяжело нурглями, когда у тебя дикая просадка по составу. Ну, я просто... Игра с Адантом, на мой взгляд, это реальная игра, где можно дозакопать команду. Не скажу, что так обязательно произойдет, но... Просто по ощущениям Адант может дозакопать Алекса. Если он покажет такой же фантастический пробой, как в прошлый раз, еще ко всему прочему. Но Алекс, с другой стороны, стоит сказать, что Алекс грамотно встал. То есть, конечно, тут часть можно разрулить, но далеко не все. И, кстати, зверь с блоком и гардом, вот как только зверь получил гард, он, по сути, достиг своего пика. Зверю осталось только получить стендферм, и он будет идеален. В этом плане зверь просто хорош. Вот он позиционно будет работать... Вот это был самый очевидный ход, на мой взгляд. То есть, здесь других особо вариантов не было. Ну, по поводу того, как ходить. Это был самый-самый-самый адекватный вариант. И травма сразу, лол. Минус МБ-блок. Минус к броне. Но регенерация сработала. Абсолютно шальной пробой, на мой взгляд. Абсолютно шальной пробой. Так, еще один удар. Не, ну повезло, что сработал Реген, стоит сказать. Еще пробой. Ё-моё, что происходит-то с... Что в этой ситуации происходит с Аликсом, я не понимаю. Его опять просто уничтожают. Не, ну ладно, ладно. Регенерация, регенерация пока не закопала его. Но регенерация, как минимум, сделала так, что теперь будет тяжело. Еще здесь пробой. Играть этот драйв без воина. И с магом сейчас тоже все не совсем просто. Притом, опять же, пробой. Это еще подкачка БК Кентавра на ровном месте. Шестерочка по козлу. Вот. Ну я даже не знаю, что тут сказать. Удар не получился, но это не страшно. Да, у Аданта как-то поздновато проснулся пробой. Вот. Ну нет, еще не поздно. На самом деле, если Адант выигрывает эту игру, он в таблице прям неплохо поднимается. То есть Адант еще может побороться за какие-то неплохие места. Кстати, очень близко военнургла к лавелапу. Вот. Ну сейчас нету прям суперспокойных ходов. То есть сейчас никого не побить уже. Все простые удары сделаны. Остается только какая-нибудь грязь. Либо просто стоять. Но понимаете, теперь без воина, тем более без воина, на самом деле уже минус 2 на поле, да? То есть уже минус 2 на поле играть будет трудновато. Рерол. Или нет? Я думаю, у Рерол Аданта потратил. У него 4 Рерола. Можно тратить. Я считаю, при 4 Реролах можно тратить. И он тратит, но неудачно, на 1-2. Повезло, что тут, в общем, не просил. Но ситуация уже не очень, не очень хорошая. Единственное, конечно, зверь немного не в той позиции, в которой должен быть. Мне так кажется. И вообще игроки зажаты. То есть сейчас нет никаких простых мувов в этой ситуации. У-у-у-у... У... Алекса. То есть он не может поколотить немножко. Зверь тут может позицию хорошую занять. Но в целом ситуация трудная. Зверь, конечно, подойдет. Но, на мой взгляд, для него это чутка опасно. То есть на самом деле у Алекса сейчас на поле даже минус 4. Потому что еще 2 пробоя лежат. То есть минус 2 на поле, минус 2... Еще 2 пробоя. Алекса уходить тупо нечем. Это весьма... Конечно, неприятно. Проталкивание будет. Абсолютно правильное проталкивание. Пробой. Это хороший пробой. Не, я думаю, Алекс просто ударит и сядет на мяч. То есть он с Блица выскочит. Да. Он все-таки... Он как бы колян так. Под-под-подаккуратно играет. И сейчас будет сажение на мяч. Хотя, опять же, для того, чтобы... Здесь разрулить, ничего сложного делать не надо. А Данту... Еще Хобос не лег. Не, коровка, которая лежит, это неприятно. Но все равно уйти в закат легко. Еще главная, кстати, очень большая проблема Нурглей. Это отсутствие мобильности. То есть у Нурглей всего один козел. То есть, на самом деле, можно... Я считаю, что у Аданта в этой ситуации реально есть возможность оставить Алекса и без мобильности, и без третьей агилы. Ну вот. Лол, удар воином. Я его видел, колян. Я его видел. Только это был удар воином в 1D. А вот. Без блока. То есть, я бы сказал, что это не такое. Не супернадежный план. Но я не спорю. Это кубы в мяч. Это действительно кубы в мяч. Привет, Кич. Че-то я подозреваю, ребята, что сейчас будет... Хотя нет, наверное, не будет. Ладно, нет. Я перегибаю палку. Мне казалось, что сейчас, может, даже будет удар у этого игрока. Но, видимо, нет. МБП Ошер будет отдыхать еще. Не знаю, что сейчас Алексу делать в этой ситу... Ой, Алексу. Ну да, Алексу, что делать в этой ситуации. Тут надо подумать о магии. Да, халявный удар. Он, конечно, не очень получился, но... Жить можно. Вообще, сейчас можно в 1Д нанести тут удар. Сначала будут воина валить с проталкиванием... Нет, не с проталкиванием. А в чем смысл тогда? Ты же можешь воина тогда подставить под мяч. Или что это? Блиц с коровой. Это неприятно. Это неприятно, конечно. Что-то у Аданта пробой прям идет. Идет пробой. Коровки сегодня прям выжигают местность. Ну, гард, наверное, сюда пойдет или нет? Наверное, сюда. И просто поднимаем. Попытка в красные... Ой-ой-ой, это было близко. Это было очень близко. Опа, щупальца. Щупальца не дают убежать в бородатой табуретке. Ну, опять же, Аликс, конечно, действительно дал очень много сложностей. Вот. Маг. Ну, Маг... Ну, так... Ну, нормальный Маг. Просто, на мой взгляд, Маг в троих это... Не знаю, как это правильно сказать. Если бы корова упала бы... Хотя тут и так, и так, в общем, неприятненько получилось. Ну, то есть... Мне кажется, Маг как-то поспешно... Поспешно реализован. Хороший Маг. То есть, 66%, но в троих... Стоило ли в троих бахать Магом? Вот. Я... Я бы поспорил. Мне кажется, что нет. Но это... 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 Мои такие мысли. Странный Маг. Преждевременное Магопускание. Ну, вот. Удар по горду неудачный. Это неприятно. Теперь будут валить... Это, правда, последним действием будет сделан удар. Благо, он халявный. Не, сейчас, конечно, козел может вполне тут выйти через Блиц. Понятное дело. А что, бахать в одного? Я думаю, вообще не бахать Мага. Это не та ситуация, где надо было юзать Мага. Лучше уж тогда было использовать план Калина с Блицом в 2D, чем... Вот то, что получилось на деле. Ну, это, конечно, на мой непрофессиональный взгляд. Я не уверен, что здесь прям надо было бахать Мага в троих. Привет, Дио. Мне кажется, что идея Мага в троих была, ну, весьма и весьма сомнительной. Вот. Это погано. Это очень погано. Теперь... Теперь... Ну, забить очень... Очень трудненько. Зря Рерол потратил. После... После удара не надо было тратить Рерол. Я понимаю, что он хотел мяч подобрать и так далее, но просто... Оп! Ну, вот о чем я и говорил. Ну, и еще и Ланагор сам себя вырубил. Молодец. Стабильно. Стабильно сыграно. Вот. Проверенный боец в очередной раз показывает свою мощь. Вот. А теперь... Теперь, ребятки. Алекс будет очень много огребать. То есть, сейчас, в принципе, без особых проблем, без особых проблем и мяч поднимается, и Мага бояться теперь не надо, и... Ну, вот это неприятно. Мерзкий вид действительно неприятен. Но просто сейчас надо хоп-гоблином повалить, и после этого уходить в отрыв. Вот. То есть, мы делаем удар здесь, поднимаем корову, даем удар сюда, вот, даем удар сюда, поднимаем, бежим в закат. В общем, если не произойдет ничего сверхъестественного, то с высокой долей вероятности Адан забивает. Не, ну тут можно, конечно, еще попробовать вот этой коровой выйти и вбахнуть в зверя с надежд... Ну, Алекс второй раз ливнул из игры. А вот.